здравствуйте уважаемые студенты сегодня начнем лекцию по дисциплине современные проблемы контроля качества химической продукции и тема лекции это виды технического контроля и элементы системы контроля качества мы начнем с того что организационные формы и виды процессов технического контроля качества продукции весьма разнообразны и поэтому целесообразно их деление и делить на группы по следующим классификационным признакам. Вот на рисунке дана схема, это классификация видов контроля качества продукции. Первое – это по стадиям производственного процесса, потом по степени охвата, по особенностям проверки, по степени механизации и автоматизации, по контролируемому параметру. По альтернативному признаку, по организационным формам контроля, по времени выполнения, по месту выполнения, по исполнителям. Это вот сюда ходит самоконтроль, контроль мастеров, контроль службы технического контроля и остальные службы. И далее по использованию средств контроля, которые бывают инструментальные, регистрационные, органолептические. И выделяют при этом следующие виды контрольных операций. И это по стадиям производственных процессов, да, то, что я говорил. Ну, сюда, здесь, сюда ходит входной контроль, он предназначен для проверки качества сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, получаемых по кооперации. Это пооперационный промежуточный контроль деталей узлов заготовок. Это приемочный окончательный контроль, проводимый над заготовками. Это контроль транспортировки продукции. И контроль охранения продукции. Далее, второе. По степени охвата продукции, да, или по объему проверки. Здесь, да, здесь идет сплошной контроль, выполняемый при полном охвате предъявляемой, да, продукции. Применяется в следующих случаях. Обычно здесь используются в следующих случаях. Это, а, при большом числе одинаковых деталей, б, при высокой степени устойчивости технологического процесса, и в это после трансцепенных операций. Следующее, это по особенности проверки, да, это или по характеру воздействия на контролируемую продукцию. Сюда входит разрушающий контроль, при котором последующее использование продукции невозможно. Далее, неразрушающий контроль, то есть разрушающий контроль и неразрушающий. Следующее, по степени механизации и автоматизации. Сюда входит ручной контроль, механизированный контроль и автоматизированный контроль. Следующее, это по контролируемому параметру. Сюда входит контроль по количественному признаку, контроль по качественному признаку и контроль по альтернативному признаку. Далее идет по организационным формам выявления и предупреждения брака. Сюда будет летучий контроль, который выполняется контролером внезапно, в случайные моменты времени, без графика. Следующий – это кольцевой контроль. За контролером закрепляется определенное количество рабочих мест, которые он обходит по кольцу, передачу по соответствии с часовым графиком. Причем продукция проходит контроль на месте ее изготовления. Следующий – это статистический контроль, который является формой периодического выборочного контроля, основанной на методах математической статистики, позволяющей ликвидировать отклонения от нормального хода технического процесса раньше, чем эти отклонения приведут к браку. Следующий – это текущий предупредительный контроль, который выполняется с целью предупреждения брака в начале и в процессе обработки. И включает, а, это проверку первых экземпляров изделий, б, это контроль соблюдения технологических режимов, б, это проверка вступающих в производство материалов, инструментов и так далее. И по времени выполнения, да, это непрерывное и периодическое. И по месту выполнения, это стационарный контроль, скользящий контроль, выполняемый непосредственно на рабочих местах. Следующее, по исполнителям, это самоконтроль, контроль мастеров, инспекционный контроль и так далее. Далее, по используемым средствам контроля, это измерительный, инструментальный контроль, да, регистрационный контроль, органолептический контроль, осуществляемый посредством только органов чувств, без определения численных значений контролируемого объекта. Визуальный контроль, это еще, сюда входит еще контроль по образцу, да, технический контроль или осмотр, осуществляемый в основном с помощью органов чувств и при необходимости привлечения простейших средств контроля. При этом особым видом контроля является испытание готовой продукции. В словаре терминов Европейской организации по качеству дается следующее определение. Испытание – это определение или исследование одной или нескольких характеристик изделия под воздействием совокупности физических, химических, природных или эксплуатационных факторов и условий. Испытание проводится по соответствующим программам и в зависимости от цели существуют основные виды испытаний. Это предварительные испытания, это испытания опытных образцов для определения возможности приемочных испытаний. Следующее – приемочные испытания для определения возможности постановки на производство. Следующее – это приемо-сдаточные испытания для определения возможности ее поставки заказчику. Периодические испытания проводятся один раз в 3-5 лет для проверки стабильности производства. И типовые испытания – это испытания серийных изделий после внесения существенных изменений в конструкцию или технологию. И точность средств контроля и испытания должны быть таковы, чтобы не происходило значительного искажения измеряемого параметра. Следующие по теме – это элементы системы контроля качества. В данном блоке системы контроля качества продукции выделяют основные и дополнительные элементы. Это основные элементы системы контроля качества продукции входят в следующие общие по системе – это планирование инспекционного контроля и стимулирование ответственности. Экранная цель под системой планирования – это составление взаимовязанных, текущих и перспективных планов работ по контролю качества продукции на разных уровнях управления и стадиях жизненного цикла изделий. Экранная цель под системой инспекционного контроля – это постоянные и целенаправленные проверки состояния работ по оценке технического уровня и качества выпускаемой продукции. А также по совершенствованию организационных форм, методов и средств контроля, испытаний изделий, а также определение истинной достоверности результатов технического контроля и обнаружения в общей совокупности контролирующих органов подразделений и лиц конкретных виновников пропуска и недоброкачественной продукции. Экранная цель под системой стимулирования и ответственности – это обеспечение необходимой материальной и моральной заинтересованности работников в достижении высоких стабильных положительных результатов при контроле качества продукции и осуществлении работ по комплексному совершенствованию различных элементов системы контроля качества. И в рамках этой под системой следует установить жесткую прямую зависимость форм и размеров материального и морального стимулирования. А – это контролируемых лиц о достижении и превышении установленного уровня параметров контроля. П – это контролирующего персонала от изменения достоверности и эффективности проводимых проверок, степени выполнения планов контроля, наличия ошибок в работе и планирования деятельности, контроль и стимулирование персонала, они являются общей, наиболее важной и недоимой частью общей работы. Дополнительные элементы системы контроля качества продукции представлены рядом специальных, обеспечивающих по системам. И в структуре функциональной модели системы контроля качества продукции можно увидеть следующее специальное по системе. Это профилактика брака и низкого качества в процессе разработки и производства продукции. Это испытания продукции, это далее сертификации продукции, работа, услуг, систем, качество и производства. Следующее это аттестация технологических процессов рабочих мест и исполнителей производственных операций. Следующее это государственного назора за внедрением и соблюдением стандартов метрологических обеспечений производства. Следующее это самоконтроль качества производства. Следующее это стандартизация методов и средств контроля качества продукции. Следующее – это использование неведомственных форм контроля качества. И при этом обеспечивающими системами контроля качества продукции являются следующие системы – это методологическое обеспечение, материально-техническое обеспечение, технологическое обеспечение, кадровое обеспечение, информационного, метрологического, математического, правового, финансового и организационного обеспечения. При этом эффективность системы контроля качества продукции определяется эффективностью функционирования подсистемы, которая обеспечивает правильное и своевременное решение задач контроля качества на различных уровнях и стадиях жизненного цикла изделия. При этом эффективность системы контроля качества продукции позволяет в большинстве случаев осуществлять своевременное и целенаправленное воздействие на уровень качества выпускаемой продукции, а также предупреждать всевозможные недостатки и сбои в работе, а также обеспечивать их оперативное выявление и лепитацию с наименьшими затратами ресурсов. Спасибо за внимание. На этом лекция закончена.